Сына небесная, утешитель души и силы, И в жильбе с древесой, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Прииди вселенной, и очистенной от всяких скверной, И спаси Боже, души наши. И вселенной, и все, и все, и все, и все, и все. Иван Иванович, Евангелие Матфея, 16 глава, Внимание! От Матфея 16 глава, на 7 стихе мы остановились. Ромиша 122, 1-й тонн, толкование Божьего Христова Так, ну я прочитаю с 5-го Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской И дальше, с 7-го по 12-й стихи Они же помышляли в себе и говорили Это значит, что хлебов мы не взяли Разумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5 тысяч человек и сколько коробов вы набрали Не о 7 хлебах на 4 тысячи и сколько корзин вы набрали Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского Толкование Так не везде уместно бывает кротость и много силы имеют благоразумное обличение Короткое толкование Вот как на сегодняшний день это понять Начинайте размышлять Но в первую очередь закваска не отрицается Мне закваски говорили, Господь бы сказал, да что вы Это бездрожжевой сейчас, как везде пропагандируют, бездрожжевой Дрожжи вредно Вредно так было бы сказано Но сегодня Ни фарисеев нет, ни саддукеев Мне кажется, он сегодня сказал Берегитесь православной закваски и протестантской Берегитесь Этих разных добавок Одни добавляют, другие убавляют Середины-то Не хотят снимать Одни вообще каноны отвергли Другие каноны признают, но говорят Народ сейчас слабый Я говорю, батюшка, ну почему же ты 5 минуты не накладываешь? Так-то в храме никого не будет То есть он заботится о кормушке Ни о людях, ни о спасении Ну прямо написано, обор 10 лет Кто отменял? Да вы что 10 лет? Ну я дал ей 40 поклонов в неделю То есть он сам, вместо собора Сам делает Вот на меня нападают и говорят Он не признает мощи Как я их признаю или не признаю? Они на кладбище лежат Вот я признаю их или не признаю? Они сами себе, я сам себе Ну придет время туда, лягу А вот надо достать, раскопать Обмыть, резать Резать обязательно Как говорит Андрей Кураев Буквально нанотехнология Что в каждом доме все святые были Мощи, частица Вот и говорит, вот это У меня 130 разных святых А ты уверен? Там от того отщипнули А где же Иоанна Крестителя? А целая лопатка У паши Турецкого храница В музее хранили Предполагаемый череп Гитлера А там Вообще он рядом не лежал Хоронить останки царской семьи Останки Какие останки? Ты маленько это думай Дали указание Царю и царевичу голову отрезать Сразу в спирт Привезли их Калантай пишет Как привезли в стеклянных сосудах И там голову плавают Там что есть И они все там Ленин пришли Рассматривают Ну вот видите Как бороться надо-то Сразу И все Всех до одного А этих Этих дробили Специально они там Я не знаю 12 что ли Пудов кислоты привезли Прикладами разбивали головы И жгли целый день И теперь Нашли мощи Определили Ну ты считай Беловорода пишет об этом Как они расправились С останками царскими В первую очередь Под сомнением На сто процентов Что обрели мощи Серафима Саровского Я даже Пол процента не верю А как обрели По поручам Так они написаны были Нет Но в то время Такие были То есть им очень надо И такой закатили Крестный ход Теперь И патриарх Там идет Как такой Кольчежец Еду где-то Говори Так Давайте Водитель Да Вы где Находитесь В каком Направлении Один раз Или в обратном Направлении В сторону К нам Вы один раз Пересечете Когда линия Перед вами будет И проходите Село Подстепное Паново Видно что Строят Новая линия Это А потом Направо Повернули Вот Железнодорожную Переехали Никуда не ехать А вдоль полотна Ехать Влево Сразу Я же говорил Вернуться Влево И прямо Сразу Вдоль полотна Идти на юг На солнце Там дорога Она повернет Сюда К нам Подсолнухи Там растут Подсолнухи Подсолнухи Растут Подсолнухи Поле подсолнухов Подожди Ну на говори Что ты лучше меня Скажешь Подсолнухи Где растут Ну да Подсолнухи Просто Алло Алло Какие подсолнухи Подсолнухи Разве это Ориентиру Облако Куда на облако Поле подсолнух Переехал 200 гектар С линии сошел Влево Поверни Влево Поверни Там дальше Подсолнухи Будет И ехать По дороге Ну что Это Непонятно Ну ладно Ориентир Нужен такой Который Сегодня Вчера Мама наша Ушла Молиться Обратно Идет А дерево Спилили Она Прошла Туда Сюда Вернулась Похожа Похожа Говорит Но Тут Дерево Было А пока Молилась Дерево Спилили Пока мы будем Подсолнухи Еще два месяца Не уберет Будет два месяца Еще стоять Поле 200 гектар Подсолнухи Сегодня Не уберет Курс Держи Говорит Золотим Облаком А ты На солнце Он будет На юг На юг Вдоль линии Слева Чтобы линию Вплотную Вот ориентир Давайте Это ТВ 24 Поехали Сейчас Поехали К линии Они влево И пойдут На Паново К линии Вернуться И как пересекли Сразу сюда С линии Влево Они уже С трассы Слихали Маленько Заблудились Не маленько На 74-м километре Они уже До переезда Ехали А это Ну конечно Продолжаем Да Давай С 13-го стиха 13-й Так Придя же Страны Кесарии Филипповой Иисус Спрашивал Учеников Своих За кого Люди Почитают Меня Сына Человеческого Толкования Народ Вот поучаствуйте в этом Сегодня Как это Мы родились здесь Потеряевке Батюшка здесь Я хоть на Карповке Ну маленький Ну и как Никак Дома молились Спасы соблюдали Но я знал Но я знал что Богородица Выше Христа Это точно Уже Она мать И если я зайду В церковь Без поповца Там были Я две свечки Сюда покупал Божьей Матери Это А кто Христос Ну кто Сын ее А что Бог Умер за меня Ни один человек Не сказал мне Никогда И что через него Я могу иметь Спасение Ни один не сказал Ни мама Ни папа Ни тяня Никто Значит они и сами Не знали Потом Только мать Обратится Вот простой народ На простой народ Ссылать Это Их учили Они знали А это не учили Ну допустим Наши скажут Ну Надина Мама была Она поехала в город А там церковь Она знала одна Что в Никоньянскую церковь Заходить нельзя Все Ее четко научили Она одна Церкви нету Но Она Не заходи Главное Не заходи Я говорю А почему Разговариваю Один говорит А у меня мама умирала Наказывала 77 вера Бог один Ты Молись Икону только на подоконнике Держать Вешать нельзя И он на подоконнике Только-только Начинает строить Первым делом Икону Водрузил на подоконнике Это Учат люди так И не один И не два года Ну допустим Не было У мамы Наставники Был Отец Она Ченарева Егор Ларионов Она Мария Егоровна Но это Можно понять Ну а если Если люди Большинство Вообще Никак не учились Ну допустим Так У сектантов Восьмом Баптисты Исчезли Их эти Собрания Ни руководители Никого нету Одна семья Живет Через поколения Через два Через три Спроси Все знают Христа Почему Они другого Не знают Они Ни посты Не знают Ни креститься Два Три Или пятерней Не знают Но они знают Христос Умер за них Это в наше время Вы не найдете Ни одного Баптиста Ни одного Адвентиста Который Не знал бы Христа Зависит От чего Мы знали До Пасхи Яйца Суббота Родительские Дальше Кто самый молодой Пятница Четверг Отец Отсчитает И первая бабушка На неделю Через две А куры Несутся Все больше И больше И последним Больше всех И яички Все твои И тогда уже Биться как Надо катать А то мы все знали Ты не думай Что мы были невежды Какие-то Мы были глубоко Уверовавшие В наши обряды Попробуй Не поститься Нечаянно Там где-то Что-то съел Мой отец Рассказывает Про своего отца Посли И он говорит Тишка Надихана А сегодня Какой день Я не знаю Как тятинка Или как звали Да какой Среда Ох А тогда пастухов По дворам кормили Сегодня один Затур другой Послют Выгнал он Когда еще снег лежит И загонит Только снег Не так что По полдня И по два часа Как у Янчуков По два часа Уже по суток Друг друга меняют Чтобы успевать До А дальше Что А дальше Это что Так сегодня Среда Там Или что Да он Говорит В ручей Там Родика Пьет Да плюет Пьет Да плюет Прочистит Нутро Это глубоко Верующий Белокринецкой Иерархии Он Истинно Верующий Был Дед Ну Почему Так от нас Это зависит Заложи Вот это В людей Все знают Ирина Это Рассадиса Она как раз В это время Где-то Это Прокопий Какой там На уборку Покров Земля Землю покроет Невеста Молится Покрой меня Божженишком И все знают И молитвы Все На молитвы Это какие Вот Сдвижения Что такое Сдвижения Не воздвижения Сдвижения Это все Змеи Черепахи Ежи Они сбегаются В норы На зиму Все к сельскохозяйственным Работам приспособлено И мы это знали Я когда узнал В воздвижении Да как кажется И змеи Ни при чем тут И вот сегодня По народу Нельзя Господь говорит Что говорят То делайте По делам не поступайте Сегодня это сказать Нельзя Господи Как раз они учат Неправильно И ты ничего Не можешь сделать Ты окружен Этим И вырвать Среди этого Может только Силой Духа Святого Человек Вырвать тебя Оттуда И открыть тебе Глаза Это если ты искал А если нет То и нет Вот считай На сегодняшний день Надо все Живо и действенно Чтоб Слово Божье Заговорило И ты поймешь Парисеи остались Это мы Саддуки Это сектанты Но они учат С 14 по 16 стихи Они сказали Одни за Иоанна Крестителя Другие за Илью А иные за Иеремию Или за одного из пророков Он говорит им А вы за кого Почитаете меня Симон же Петр Отвечая Сказал Ты Христос Сын Бога Живаго Толкование Одни называли Иоанном Как например Ирод Думая что Иоанн после воскресения Получил дар Чудотворения Другие Ильею Потому что Он обличал И потому что Ожидали Пришествия Ильи Третье Иеремию По его природной А не наукою Приобретенной мудрости Так как Иеремия Определен был На пророческое служение Еще в детстве Петр по своей горячности Предупреждает других И справедливо Исповедует его Сыном Божиим Но не говорит Ты и си Христос Сын Божий Без артикля А с артиклем То есть Сын единый И единственный На дорогу выйдешь Их задержать А то они мимо Проскочат Сын не по благодати Но рожденный Из существа Отчего Ибо Христами Без артикля Были многие Как например Все цари и священники А слово Христос С артиклем Один Вы поняли В чем толкует Вот спрашивают Что за артикль Артикль Допустим По английски Или по немецки Der Mann Der Это означает Вот этот А если ein Это один из мужчин Ну и по английски Д стоит здесь Или какой там артикль Или э Какой артикль Впереди Слово Стоит Существительное Имеет артикль Артикль указывает На род Вот в немецком языке Ди Дер Дас Дас Это среднее И оно не совпадает У нас среднее Какая-то машинка подъехала Все подъехали Пускай Встречай батюшка Гости к тебе Поехали Вот этот Артикль Хи По-грешески Тут нет никого Так правильно Произносится Нет Буква С крючком внизу А она Перед помазанником Стоит только одно Это конкретный человек Не просто Помазанник Цари помазанника Но Дер Стоит Артикль Указывающий На определенного Личного человека В оригинале Ну то есть Это переведено С греческого Где там Артикль Он же сам грек был Да То есть Слово Ты Считай Да Блаженный Феофилак Который говорила Когда Спрашивают Ты пророк Он говорит Нет Как же Он же пророк Там стоит Ты тот пророк С большой буквы А тот пророк Это один Христос Он говорит Нет Я не тот Ты же пророк Ян Креститель Да Я пророк Но я не тот Единственный пророк Вот я все время искал Я знал Что я в аду буду гореть Я грешник Меня никто не мог обмануть До времени Пока в руки не попало Евангелие Я увидел Что за меня умер Христос Почему же никто не сказал Вот через которых я обратился Михаила Анна И она В жизни как все было Душа изтомилась Она очень искренняя Батюшки говорят Ну батюшка Ты же исповедовалась Анна Исповедуюсь батюшка Посты соблюдают А душа томится Я же грех делала Ну Ты же в оставлении грехов Принимаешь таинство Посылает ее В монастырь Она поехала Там свой серопион Старенький И говорит Надо жертвовать Она говорит Я отдала все У меня уже квартиры нет У меня ничего нет Что дальше ты говоришь Ну почему не сказали Что за тебя умер Христос Такие простые слова Но они не были сказаны До времени Пока она не обратилась Там где услышала Близок Господь В душе ищущий Меня никто не убежал Поверь во Христа Дали Евангелие Новозавет И вышли в другую комнату Через 5 минут Зашли Через 10 Я уже готов И сразу склонился Молись И стал другой человек Да Давай 17 стих Тогда Иисус Сказал ему в ответ Блажен ты Симон Сын Ионин Потому что Не плоти и кровь Открыли тебе это Но Отец мой Сущий на небесах Толкование Блаженным Называет Петра Как получившего Ведение Божьей благодати А соглашаясь с ним Очевидно Обнаруживает Ложность В мнении Других людей Все толкование Это очень трудно Разорвать Вот этот Круг лжи Умышленные Или неумышленные Вот идут люди Сейчас кричат Слава Украине Что это за лозунг Такое Слава Украине Так Украине Там люди разные Вероисповедание Там и бандиты Там и праведники Слава Украине Откуда Где Осанна Это Осанна поет Кому В Украине А там травят Попы Патриарх говорит Что Вот убили наших солдат Русские заплатят По шесть За каждого Нашего украинца Православная вера Денисенко Патриарх Пиларет Это что Слава Этим словам Дальше Ты когда подумаешь Так это же все Про нас говорится А у нас Зачем лучше Слава России Слава КПСС Раньше было Да На каждой крыше Слава КПСС Дальше 18-19 стихи И я говорю тебе Ты Петр И на семь камней Я создам Церковь мою И врата Ада не одолеют ее И дам тебе Ключи Царства Небесного И что Свяжешь на земле То будет Связано На небесах И что Разрешишь на земле То будет Разрешено На небесах Толкование Блаженного Фетилака Воздаяние Господь Назначает Петру Великую награду На нем Создать церковь Петр Исповедал его Сыном Божиим Сие это Исповедание Которое ты Исповедал Говорит он Петру И будет Основанием Верующих Посему Всякий Намеревающийся Устроить Здание Веры Должен Положить В основание Это Исповедание И мы Если совершаем Много Добрых дел Но не имеем В основании Их правого Исповедания Не впрок Созидаем Врата Адовой Суть Являвшаяся По временам Гонители Которые Прилщением Низводили Христиан В ад И этики Также суть Врата Ведущие В ад Но Церковь Многих Гонителей И многих Еретиков Преодолела Также И каждый Из нас Есть Церковь И Дом Божий Потому Если мы Утверждены На Исповедании Христовом Врата Адовы То есть Грехи Не одолеют Нас Под ключами Разумеет Прощение Разрешающее Или запрещение Связывающее Грехи Так как Те Которые Подобно Петру Удостоились Епископской Благодати Имеют Власть Прощать И вязать Хотя Одному Петру Сказано Дам Тебе Но Дано Всем Апостолам Когда Когда Господь Сказал Им Что Разрешишь На земле То Будет Разрешено Да и Самое Выражение Дам Означает Будущее Время То есть После Воскресения Небесами Называются И добродетели А ключами Их Труды Ибо При помощи Трудов Как бы При помощи Некоторых Отверзающих Ключей Мы входим В каждую Добродетель Если же Я не делаю А только знаю Доброе То имею Только ключ Знания А остаюсь Вне Связан Он же На небесах То есть В добродетелях Тот Кто Не входит В них Ибо Подвязающийся Разрешен В добродетелях Посему Нам Не Не Должно Грешить Чтоб Не связали Нас Узы Собственных Грехов Вот как Применить На сегодняшний День Давай-ка Если мы Это считаем И к сегодняшнему Дню Не приводим Как это Выглядит То Набиваем Голову Есть такое Выражение Голова Как земной шар А сердце Как песчинка А это Дается Для сердца И тогда Мы увидим На этом стихе На сегодня Базирует Своё Понимание Один Миллиард Людей И при том Нужно сказать Подтверждение Истинности Своих слов Они и не имеют Я говорю О католицизме Тут написано Они на нем Будут строить Мы вас И вы нас Сейчас тут занятия Идут И же Воскресенье Да-да Конечно Мы с тобой Ну давай Как понимать Что они понимают Это Петр От Петра Идёт Первый Папа Хотя это Не соответствует Действительности Павел Там раньше был Каждый Папа Наследник Петра Вы даже не знаете Сколько у Папы Званий Вот у Брежнева Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Председатель Президент Верховного Совета СССР Четыре же герои Там и прочее Всё И когда ему Блюдо подавали Говорит На курорте Где он отдыхал Которая подаёт Обслуживала Она должна была За каждым людям Повторять полный Его список Званий А если Папе Повторять Да хоть голодный Умрёт На месте Христа На земле Там заместитель Там викарий И чего только нет И всё это Через запятую А Папа Передаёт Власть Следующему Папе А мы должны Папе Починиться Вот это Называется Примат Папство Самое Неприемлемое Что нас С католиками Никогда Не может Объединить Никогда Хотя Феофилак Говорит Главное Это Филиоквы Они читают Символ веры От Отца И Сына Исходящего Духа Святаго Истинного Ижа От Отца И Сына Исходящего Хотя От Отца И Сына Половина Святых Отцов Понимали Это Вообще Никакой Роли Не играет Главное Вот в этом В Папстве Это Примат Папство То есть Он Один Глава Всем Апостолам Этого Нет Ни по Учению Ни по Смыслу Власть У Апостола Была Всех Одинаковая Андрей Проповедовал На Киевских Горах Брат Его Да Притом Он Первозванный Но Он же Сказал Ему На всем Камнем Что Что Сказал Камнем Исповедания И Который Он Сказал Ты Христос Сын Бога Живого Он Сказал Ему А почему Я говорю Вы не берете Вот мы были Я В Риме Когда были Папа подарил Книги свои Папу Франциску Венедикту Почему дальше Ты не разговариваете Ни одному Апостолу Христос Не сказал Что ты Сатана Только Петру Отойди от меня Сатана Так вы Сатанисты Тогда все Дальше Договарив Если вы ухватили За одно слово То и другое Не пренебрегайте Что ты Сатана Христос Никому не говорил Кроме Петра И притом Хорошие слова Петр сказал Ты любовь Похвалил Господь Говорит Раскнул Сына Человеческого Господа Не будет С тобой Этого То есть Пожалел Христос Сразу Отверг Не нужна Эта жалость Я за людей Умираю Притом Слова Такие Понятные А Сатана Бросает Вот это Чтобы Господь Так на другим На этом Все и строится Америке Нужна власть Тут Другому Другая власть Этому В Турции Надо захватить Следующему В Чечне В России Вот Сатана Все Возвышает Каждого А ты Начни Рассуждать Так Все Мы Рабы Твои Господи Ничего Не стоящие Я Сделал Что Положено Не Больше Того До Толкованию Этому 900 лет Блажен Фефилар Общепризнанный Он Говорит На святых Отцах А вы Знаете Что Называется Нерукотворный Образ Кто Расскажет Образ Христа Нерукотворный Образ Христа Ну Объясняй Ну Я точно Не помню Но Где-то Хотя Он Убрус Взял Как бы Полотенце Прилагу Какой Убрус Брусок Полотенце Ну Так И Говорили Ну Так Написано Ну Че Зачем Он взял То Его Ну Тогда Молчает Значит Был Такой Царь Тогда Маленькие Княжества Тоже Считались Царством Авгарь Вот Авгарь Царь Эдесский Он Он Не Смог Пойти И Послал Слуг Что Прокаженный Наш Военачальник Нееман И Здесь Точно Так же Господь Взял Полотенце Приложил И Отпечатался Образ Его Он Говорит Отдайте Ему Он Утерся Но Немного У него Осталось Это Как Петра Эфеурония Из-за чего Неизвестно И Когда Он Узнал Царь Что Иудея Распяли Христа Он Сразу Стал Собираться На Войну Я Тих Жидов Порублю Всех Он Так Уверовал От Проказа Истелился А Проказа Внутри Себя Осталось Не рукотворный Образ Рисует В разном Они Не похожи Друг На Друг То Оригинала Очевидно И Нет Это Чудо Чудо А Ян Затрон Говорит Я Чудо Не Еще Но Мне Не Нужно Я Просто Верую Чудеса Можете Сатана Делать Он Может Такие Кадры Построить Возьмет Бумагу Сейчас Наложит И Кино Вышло Готово И Назовет ТВ 25 Или Еще Что Нибудь Он Все Может Делать Пошли Дальше 20 Стих 16 Главы Тогда Иисус Запретил Ученикам Своим Чтобы Никому Не Сказывали Что Он Есть Иисус Христос Толкование Христу Угодно Было До Креста Скрывать Свою Славу Потому Что Если Бы Люди Услышали Прежде Страдания Что Он Бог А Потом Увидели Его Страждущим То Как Было Бы Им Не Соблазниться Посему То Он Скрывает Себя От Многих Дабы После Воскресения Бессоблазна Познали Его При Свидетельстве Духа Посредством Чудодействия Все Толкование Да Ну что На сегодняшний день Так называемая Экстрополяция События Во временной форме Тогда Так Было Но Если Только Тогда Сегодня Нет То Мне Не Обязательно Знать Это Ян Затауз Говорит У каждой Страны У Каждого Царя Своя Мера Допустим 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 Надо все время давать пояснение. В сравнении с чем? В сравнении с золотом. Так и золото все время то выше, то ниже унция. Нефть тоже этот баррель меняется. С чем сравнивать? То есть единая единица, измерения нет. Это только то, что можно приложить, сколько стоил баран, сколько корова. Вот примерно на то, что живое, где труд вложен. Вот так можно определить, сколько стоило. Вот тогда кирпич хлеба стоил 16 копеек при коммунистах. Ну кирпич-то больше, они его уменьшили, хитрят. Державецнадзор не смотрит за этим. А уже там осталось одного кирпича, а половины почти нет. Или расстояние, поезд. От баррела до потерянки 2 рубля 30 копеек. Все время, цена не менялась. 2,30. 2,30 и все. А сегодня 200, наверное, 80. 400. 400 уже. Я давно не вижу. 400. Вот теперь сравнивай, какая инфляция. А это можно определить. Вот примерно сколько вкладывается в труд, железная дорога. Вот надо брать что-то. И мы здесь потеряевки в долг когда брали, а деньги на инфляции была. Некоторые не знают, а что инфляция. 1961. Это 91. 1991. По 97 год я судился и знаю. Инфляция 10 067. Там рубль стоил, а этот рубль сегодня 10 067 рублей. Почему мне государство было должно 11 миллиардов? А если перевести на эти деньги, то там, конечно, меньше. Мы мерили это досками, кирпичем и цементом. Вот денег взял, а это сколько можно кирпичей купить? И когда человек рассчитывается через год, столько отдаст, чтобы я мог купить тысячу кирпичей, которые тогда покупал. Я вам с Виталием его. Он купил кирпичи там, допустим, за тысячу рублей. Это выезжает и продает. Ну и я говорю, сколько? Тысяча. Как тысяча? Я тысячу платил. Да год прошел. Ну и что? Он не знает. Я посчитал, там 3,5 тысячи. Я даю деньги, он не берет. Он честный человек. Я же тысячу платил. Но ты на них, на тысячу купишь, сегодня только 275 кирпичей. Инфляция. Он слова эти не знает. А смысл очень понятен. А тогда что определяли? Определение цены раба. Вот тут интересный момент. Как бы не в тему скажу. Цены все время летят и меняются. Все время. И в Израиле менялись. Одна цена замерла на месте и стояла. Ни один, ни два. 700 лет не могла сдвинуться. Цена раба, ничего не имеющая, кроме деревянных башмаков. И цена его будет 33 серебряника. Или 30, там написано. 330. Все. Как только за Христа Юда заплатил, завтра цена уже 60 была. А дальше вернулась на свое место. Бог сказал, пророчество, оно обязательно должно исполнится. И он дергали разные причины. Да рабы сейчас больные такие. То есть цена не могла сдвинуться никак. Бог сказал, все, неизменно будет. И ничего нельзя сделать. Но если все будут стараться в суе труждающейся, напрасно. Господь сказал. И ты должен согласиться и делать. Я вот когда говорю людям, а какие только названия в свой адрес не получают. Я говорю, ты хочешь быть благословенным? А еще это такое. Когда у тебя все будет идти в рост. Овечка будет тройнюю приносить. Жена послушная. Под рукой твоей. Она не будет тебя позорить нигде. Дети тебе пятерки будут носить. Посеял, все дождем не забьет. Ну, благословение. Во всем. Ни один тебя человек не обманет. Дом начнешь строить, он тебе не сгорит. Ну, ты понял? Ну, да. А проклятие, напротив проклятия, посеял, растяпнул мороз нынче. И ягод нету. Ни одной черемушки не собрали. Нету. Это не благословение нам. Ну, а как понять? Первое самое благословение идет от Авраама. Первое. Благословляй народ еврейский. Никогда не говори против, не поноси. Благословляющий народ сей благословен будет. Проклинающий проклят будет. Еврея не трожь. Гитлер почему погиб, евреев тронул. Почему Сталин сразу отравлен был? Дело врачей евреев начал. Это мировая история говорит. О них шепотом даже Цицерон говорил. Рокфеллер и тот боится. А как? Благословляй, чтобы они обратились к Богу. А последнее, последнее десятину. Малахия говорит. Проклятием вы прокляты. Вместо благословения. Почему не платите десятину? Люди говорят, а чем провинили Бога? Вы обкрадываете Бога. Ты заработал девяносто, Бог десятку приложил. Это не твоя. Верни Богу ее, то есть священцу в церковь. Пророка Малахия. Вторая и третья глава. Это заканчивается. Последняя книга Ветхого Завета. Благословения во Христе ставит все на свои места. Десятина. А у меня там обстановка плохая. Я считал, там Морган, кажется, один из миллиардеров в Америке. Он говорит, а как тот разбогател? Я, говорит, сам не знаю. Но я твердо держал платить десятину. Он говорит, шляпы начал делать. Шляпы. А как? Ну, он говорит, шляпный магазин, где я, говорит, человека посадил туда, он сидит и смотрит, какие шляпы больше всего покупают. И он сидит и спрашивает, а чем она нравится? Мне нравится вот этот изгиб. И тут кан такой. Вот так вот. Еще. Он это все записал. И то, скорее, давай сдавать. Но одному нравится одно, другое. Все вложил в одну шляпу. Что людям нравится-то? Но десятину, он, кажется, от 27-го дня. Десятину я, говорит, изрядно платил. Стали, говорят, у меня уже тысячи. Я плачу десятину. Так, есть миллионы у меня, миллиарды. Теперь десятину у меня миллиона. Какая-то община же имеет его своим членом. А тебе не надо рассуждать, что с детских не платится, стипендии не платятся. Почему? Потому что это от заработка. Бог говорит, вы меня обкрадываете. Меня. Не просто не даете, а меня. Моя десятина там лежит. Меня обкрадываете. Меня. А вот я дом продал. А так ты строил, вот десятину уже отдал. Это твое. Но не трудно это понять. Благословение евреев, благословение десятины заканчивается священием, почином Расхизбека. Все очень просто. И ты будешь благословен. Ну возьмите, десятину ты сто платил. Только барабаш и митя плотников. Двое. Там никого еще не было. Денег не было или как где-то. Посмотри его благословение. У одного один поросенок, у этого сто. У этого одна телушка, а у этого 36-го этого. А приехал, ничего нет. У ребенок один с котомкой. С горшком ночным идет. Там маленький горшочек у него за спиной у Марины. Он платил, и Господь поднял. Бог так будет делать. Потому что это его десятина. По-честному. Как говорят, без дураков. Бог дал, поблагодари, сразу отложи. Это Божье. Да ворует везде. А Золотовус говорит, это Божье. Ты положи, где хранишь. И свои рядом. Ангел охраняет те деньги, и твои попутно сохранит. Уж на чем даже это поясняет. А я их в банк положу. А раньше было как? Перевозить. Сундуки закованные. Воины. Но золото, говорит, убегало вместе с сундуками, с цепями и с воинами. Вот и все. Пошли. 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Толкование. Предсказывает ученикам о своем страдании. Дабы, когда неожиданно наступит время страдания, они не соблазнились, думая, что он пострадал невольно, и не зная о том прежде. Все толкование. Толкование-то самое простое. Заранее. Это все предсказано. Дакеуда тогда стадея слова спасению, получается так, но он добровольно пошел на предательство, поэтому церковь спасится в среду или в день смерти Христа, в пятницу. Это предсказано. Ну а давайте вот все-все объединимся, и только за мир будем голосовать, и войны не будет. Ну охота же, чтобы мирно-то было. Но только начали жить, чуть-чуть подниматься, и вдруг опять война. Как тяжело-то все это. Все разорение, дом взорвут твой. Не получится. Вот все вместе люди согласятся, соберутся в ООН, будут сидеть, и завтра же будут друг друга поедать. И ничего нельзя сделать. Сдумали ли ее разбомбить? Она член организации Соединенных Наций. Франция тут же самолеты посылает. Но он член общины. Вы уже приняли ее. Ее ничего разбомбили. Хадара Кадапе убили. Все. У нас Саддам Кусейн, Ирак. Ну его ладно, убили. Говорили, он диктатор. В Сарде был порядок, ни взрыва, ничего не было. Сегодня-то что там делается-то? Там и ИГИЛ царствует, и война идет. А теперь понимаете, что сделали? Не случайно, когда готовили покушение на Сталина, на Гитлера, в самый последний момент сегодня походы, Сталин дал отбой не трогать. Не продумали от этой операции. Его убьем другие, а то пойдут на соглашение теперь. Против нас уберут войска. С Гитлером они не пойдут на соглашение. Гитлер нам нужен. Кому? Сталину. Чтобы наша коалиция на два фрота не распалась. Сегодня это всем ясно. Понимаете, какие закулисные еще игры идут? И нам полезно жить в мире со всеми, кто бы они ни были. Брать полезное. Меня упрекают, вы с мусульманами так дружите. Ну как я дружу? Я говорю, не скрывая, мы ехали, проехали Турцию, были в Азербайджане, в доме Мулы ночевали, пошли в мечеть. Она настоящая христианка, жена его, переписываемся. Как она дорога, когда шли, она всех остановит. Мой отец приехал, мой учитель приехал. Сидят молодые ребята на парапете. Она мне, отец Игнатий, скажите им о Христе. Это другой подрастает поколение. Какие они грамотные, какие они вежливые. Так они, но они такие, как мы. Если бы все это люди знали, таких не было бы мирных. У них написано, изменил веру, и голову долой. То есть везде. Пьяный, голова долой, наркотики, голова долой. А эти-то местные, это они мусульманами называются, они такие демократичные, либеральные. Они, я говорю, вам расследовать кафедру тем, которые шахиды, и этим ничего не давать, кроме Корана. Эти сразу победят шахиды вас. У них написано, убивать он убивает. Он убивает, и все. Женщина идет, оделась в другое платье. Закрытое тело, не того цвета, тут же расстреляли на месте. Вещь невероятная. Так а что у них? И у них так. Я Кораны, один том посвятил Корану, по сурум аятам разбираю. И скажу, что да, так. А какое уважение? Обважение речи не идет. Как нам нужно жить нам? Как жить-то с ними? Вот обвиняют Путина, там большая мечеть в Москве. Он ее открывает, там вместе с ними. Он говорит как-то, как-то ублажить их. Удастся ублажить? Нет, не удастся. Это мы заранее знаем по задачке расклад. Как события дальше будут развиваться. Так их целых 2 миллиарда уже. 2 миллиарда покорятся 13 миллионов. А что это за цифра? 12-13 миллионов евреев. Один еврей будет над всем миром. А где там написано? Второе все-стоитистом 24. И сядет в храме в Иерусалимском, отстроенном, в мечеть Амара. И он там будет 42 месяца. Ни русский, ни православный, иудей. А дальше, дальше придет Христос. Хотим мы, не хотим, уже все разложено, уже по частям. Вот Даниил вышел, Господь ему показывает видение. Вышел на море. И видит из моря, выходит Овен. Овен это баран. И бодает к северу, к югу, все перед ним падают. И он дивится на него, какая у него сила. И вдруг появляется козел. Бросается в великой ярость его, растоптал и разметал. А теперь и один урок у него, и разделится на 4 урога. А что это такое? Персидский царь. Второй Александр Македонский. Это греческий царь. И когда его встретили, когда он шел в наступление, там завоевывать мир Индию, вышли иудейские первосвященники и сказали, а про тебя в Библии написано. Он говорит, и как ты козлом назван. Ну сегодня скажи правителю, ты козел. Обидится? И как козел? Козел говорит, победит этого. А он еще не победил. И пошел, и этого царя разбил. А вам войска было, кажется, в 6 раз меньше. Это предсказано. А можно сделать, чтобы Овен победил козла? Не можем. Это программа. Она запрограммирована. Уже все. Вот то, что мы сейчас видим, события, они давным-давно описаны, запрограммированы. А наше какое участие? Молиться за правителя. Вот мы молимся за Эрдогена, начиная, конечно, с Владимира Путина, за всех, за Обаму. Умельчи, Господи, сохранять покушение на них. Особенно молиться надо за Рамзана Кадырова. Какая ему опасность со всех сторон. Или вот сейчас на Омана Тулеева, там 3 организации собрались. Мусульман, убить его. При первой возможности. За то, что христианином стал. Он еще христианин-то тайный. А он самый, один из старейших Кеймерской области региональных правителей. Мы должны Евангелие перевести на сегодняшний день. И понять, о чем молиться конкретно. Ну сколько регионов? Башкирия, Татарстан, прочее. Почему никто не знал такой закон, который за Рамзан Кадыров? Запретить аборты. Запретить. В государственном масштабе. Теперь под уголовную ответственность, кто аборт помогает делать. Все. Я когда узнал цифру, которые за перестройку убили, 120 миллионов. Это страна. А теперь удивляются, что везде мусульмане в Москве. А что им не быть-то там-то? Остальные-то на помойке русские. 120 миллионов абортов сделали за 20 лет. Ну может, 121, я не знаю. И поэтому надо знать, о чем молиться. О правителях. Просить мира. Чтоб Бог умягчил их сердца. Хорошие законы издавали. Поощряли добро делающих добро, Павел говорит. Не напрасно он меч носит. А не так ты делаешь добро, а тебя бы давили, душили, разбрасывали. Это антивласть, это не власть. Власть всегда дается для того, чтобы порядочить жизнь. Говорят, власти нет. Власти нет, когда железная дорога порастет травой. А сейчас она есть власть. Только туда не тянет. И мы должны это сказать, подсказать. Считай дальше. 22-23 стихи. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазни. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Толкование. То, что было открыто Петру, он исповедал правильно. А в том, что не открыто, погрешил. Из этого мы должны понять, что без Бога он не изрек бы той великой истины. Сатаной он называется противник. Называет же Петра сиим именем, потому что и сатане не хотелось, чтобы Христос пострадал. Вот интересно, перевод был другой. Допустим, сатана это противник. А вот было написано, отойди от меня противник. Это бы не было так резко, кричаще, отрицательно. Отойди от меня сатана. Вот лжец, клеветник, у нас как-то сходится. А лжец, клеветник, по-гречески, дьявол. Тут сразу все становится на свои места. Ваш отец дьявол. Евангелие Теана 8, 44. Он ложь сказал. Сегодня мне скинули материал в какую-то новую газету или что-то про нас напечатало. Каждая строчка переполнена ложью. Буквально скрипит аж все. Нету этого, ни имен, ни этого, совершенно ничего не знает. А сказать надо. Алексей Усов. Кто он такой? Или выдуманная фамилия? Ни одного слова правильного нет. Даже впереди меня называют Игнатий, а дальше Игорь. Прокурор края был, он здесь не был. Прокурор Игорь, а тот не Игорь, а Юрий. Значит, какой же это журналист? Что он показал? А мне это в интернете разные люди собирают и скидывают. Вот они пишут как. Даже свобода там, не знаю, радиостанция или телевидение, что они там. А нас ролик составили. И то подходящее. Хотя они расположены. Но он смотрится нормально, видит наши вырезки, там дети убегают, что я им говорю. Дети спят, идут фотографии, надписи, ну профессионально сделанные. А это прямо аж лопается от злости. А меня в глаза может не видел. А это секта. Какое отношение слово секта имеет к детскому лагерю? Никак. Митрополита спросили местного. Тот самыми положительными словами отозвался. Местный, патриархийный. Догоните верно, митрополита нападают? Вообще. Митрополит мне как-то разговаривали. Он говорит, у меня такое впечатление, что они вас убить хотят. Я говорю, точно. То есть они не могут еще достичь, ну и поэтому идут на самое тяжкое. Мы никогда не должны прислоняться к таким мыслям. А почему я должен настаивать на своем, если это не по Евангелию? Вот прочитали. Христос назвал его сатаной. Думает о том, что человеческое, а не Божье. Значит, человеческое и Божье очень далеки друг от друга. Божий и дьявол. Так он хорошие слова сказал. Хорошие. Но они не от Бога, и поэтому и дьявол, сатана. Считай. 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим. Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за Мною. Толкование. Идет же за Иисусом не только тот, кто исповедует его Сыном Божиим. Но и проходит путем всех бедствий и переносит их. Не имеет никакого попечения о теле и житейских потребностях вообще, но презирать самого себя. Итак, всякому нужно оставить любовь к телу, чтобы взять крест, то есть возлюбить смерть, и ревностно искать смерти, и притом позорной. каковою была смерть крестная. Понимательно, о чем говорит сейчас. Сейчас мы повидим, как сегодня, кто этим занимается. Искать смерти, это учение. Какое смерть? Это отвергнуть самого себя. Тело свое пренебречь. Роспотребнадзор, ни один сюда не входит. Они бациллы выискивают, палочки, микробы, думают прожить. Ни один из них сто лет не проживет даже. Ни один. А у нас он, Серафима, 90 лет уже. Раз ты боишься всего, ты поражаешься ими. Ты сделай так, чтобы вот эти все в природе, где-то что-то неладное, на тебя не действовало никак. Вот тогда видно, что... Берр Гриллс, выжить любой ценой. Он показан, ну, спецназовец, английский. И вот он идет по пустыне, то на севере, он то спускается, как бы упал в пещеру, конечно, студия там снимает все. Он вообще популярнейший. Спецназ. И он говорит, вот спецназ забросили, я сейчас не... Видите, сколько там их погибло-то? В пустыне? Нет, ну, когда бросили, кажется, в Амазонке, он оказался не на уровне. Помню, что в пустыне 13 человек погибло, Юкатан, полуостров. Отправились со спецназовцем. Но спецназовец оказался не на уровне. Она готовит, а курсантов все погибли. В другом месте они там больше 20 и чем-то в Амазонке. Точно так же. Не сумел сориентироваться. Если ты руководитель избился, погибает вся группа. Это есть такой фильм про лодку с ща там где. Он говорит, не знаю, он отвел в сторону, говорит, сынок, сегодня ты капитан. Капитан все знает. Если ты не знаешь, мы на дно уйдем. В виду не подавай, что не знаешь. И вышли победителями. С немецкой подлодкой они там стоят. Ю-571, наверное, так называется. Командир все знает. Так, если ты другим говоришь о Христе, ты должен знать полкование Святой Церкви Вселенской, Кафолической. Итак, всякому нужно оставить любовь к телу, чтобы взять крест, то есть возлюбить смерти, ревностно искать смерти, притом позорной. Каковы была смерть крестная у древних? Распинаются на кресте многие разбойники и воры, но они не ученики мои, потому пусть последует мне, то есть покажет и всякую другую добродетель. Отвергается же самого себя тот, кто вчера был невоздержан, а ныне стал воздержан. Каков был Павел, отвергшийся себя? Все толкование. Все время должны быть примеры. Я немножко отвлекусь от этого. Заранее стали говорить, некоторые не верили, что выходит закон, и он будет принят думой. Кто выходит на благовестие, должны иметь на это особый документ. Дается органам, где ты находишься. У нас Траконно-Приходской совет, что руководитель священник, должна быть печать, расписанная, и общая должна быть зарегистрирована отдел юстиции, краевой отдел юстиции регистрировать. Краевой. Внимательно слушайте. Ну, у нас твой юрист, я попросил взять яровой. Почему закон яровой называется? Ирина. И сейчас в интернете помолите, чтобы Ирину Бог убил. В православном везде закон приняли, что она подбила на эту думу, подбила вроде все. Я просчитал этот закон, ну, может, я не юрист, не разбираюсь. Я не увидел там запрета навсегда. Ну, бумагу, а дальше в рот-то на мне не залазит, я о Христе могу говорить. И у нас уже сделано удостоверение. Вот оно. Посмотри. Вот уже все. Сегодня, кто желает, с паспортами ко мне можете прийти, я вам выдам. Кто на благовесие идет? Миссионер. Вот смотри. А на этой стороне святил министерство истица Российской Федерации. Что община зарегистрирована. И община, ну, ответственна за то, что выдали это, кто там батюшка или кто. Тут паспорт, серия, все. Так, просчитай слух. Что там написано? Местная религиозная организация православных христиан Христово-Сдвиженская община города Барнаула зарегистрирована главным управлением Министерства юстиции русск Российской Федерации по Алтайскому краю, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации некоммерческой организации от 07.08.2012 года. Ну, дальше учетный номер в 10 цифрах. И дальше адрес, где удостоверение настоящим удостоверяется Ну, попрощай, что тут дальше плохо вижу. Удостоверение. Настоящим удостоверением подтверждается, что член местной религиозной организации православных христиан Христово-Сдвиженской общины города Барнаула Паспорт серии выдан Прошел курс обучения и имеет право осуществлять миссионерскую деятельность от имени местной религиозной организации православных христиан Христово-Сдвиженской общины города Барнаула. Ну, и далее тут все это основание федерального закона такого-то о свободе совести в религиозных объединениях дальше расписывается староста в моя подпись Батюшкина и секретарь Добунова Марина и примечания тут какие-то все можем идти хоть сегодня претензий никаких нет ну, а кто будет ну если это организация штраф до миллиона рублей ясное дело что все-то это не то и очень большое недовольство ну, у нас видите все как-то одно к одному идет все ладно вот уже получили мы бланки бланки с печатями все кто идет на благовестие подходите с паспортом только записать и все я в этом законе не увидел ничего что ущемляет мои права но то что вот без этого уже нельзя якобы ходить ну, а если бы у вас не была зарегистрирована пошел бы а штрафуют это их дело кого слушать больше Бога или человека апостол Билли говорит не намертво закрепили вам разве а они пошли и благовестие но вот в данный момент вот когда у нас регистрация есть почему не получить я не вижу в этом основании никаких других ну не накладывать что пей воду не пей там ну как распотребнадзор нам никогда не выполнить это бесполезно и не надо даже выполнять мы знаем жизненно важные необходимые документы какие нужны крещен ты православный причащаешься платишь десятину считаешь евангелие по нему поступаешь вот безопасность где а не в том что она тебя разрешит в пруду купаться или нет где-то сейчас сообщают купалась деревня все деревни запретили ну как они ну днем запретили ну выставили милицейский кордон допустим а ночь-то моя до кого у нас сейчас у тебя пруды то сделай шесть прудов в одном запретят я в другой пойду купаться дома это не тут конкретно определенно четко регистрация и свидетельство так сразу попутно спрошу из вас кому такая бумага нужна так еще ну вот я скажу устаробряться такой бумаги не будет ну кого 300 лет ни одного благовестника не было не было и не надо 300 мне вчера этот со мной работает попутно сказать тракториста я подумал наверное старовер такой прям сердит и прям у меня это я не туда рукой махнул я говорю у вас старобрядцы были нет он говорит да нет я говорю а как молитесь то так или так он у меня пальцем папиросу взял я понял что двуперстно молится и дальше стали разговаривать с ним верующий нет я не верующий а потом нужно было сдвинуть одно я говорю тут вот этот привезли ковшик его надо сдвинуть а зачем он лежал и пусть лежит это чисто старобрядецкое выражение до нас лежало тысячу лет пусть лежит дальше он ответил как закоронил старобрядец а я еду с ним и смотрю до того я говорю Владимир Иванович вы наверное скрываете что не старобрядец лежало до нас и пусть лежит у нас не так плохо лежало мы обязаны подправить нам до всего есть дело у нас есть евангелие а не так что лежало никто не шел ни одного благовестика за 300 лет ни одного да как это Господь говорит идите по всему миру идите из вас есть кто и все с вами были видите какое явление когда люди новые обращаются к Богу у вас сейчас занятие ровно сейчас прошел полчаса или меньше вопросы и ответы давайте у гостей какие-то вопросы есть у нас пока нет мы смотрим но имейте ввиду что у нас разницы нет кто я в свое время вел занятия одновременно в пяти университетах и люди приходят разные и подыскиваются ни одного вопроса без ответа не осталось ни одного за 20 лет ни одного самого камерзного такого идущего буквально я свободно раскладываю по частям и говорю почему он возник и какой ответ ссылка на Святую Библию на толкование Святых Отцов на каноны Серкви на Жития Святых по четырем параметрам а можно повергнуть ни одного человека такого еще не было это нельзя провернуть это невозможно это надо предыдущую историю стереть ее не было бы но если канон вот она книга правил лежит ну как мы вот что делаем мы смотрим статьи Конституции чтобы они не были нарушены на кого верующие ну потому и написано что власти нет вообще не от Бога но власть не напрасно носит меч она заботится о благе людей а если не о благе как вот у нас нынче было детей разгонять и проще мы не можем подчиниться здесь детей беспризорных тут КПРФ приехали больше чем гражданскую войну сегодня по стране и наркоманят и что погибают показывает он это ну сейчас телевидение интернет все мальчишка 13 лет умер от передозировки там тучи их сколько вот имя-то и занимайтесь у меня ни одного больного нет за 45 лет ни одного наоборот он наркоман приехал канавклёст схватил и трет помирает буквально через месяц ничего у него нет нынче принесла я фамилии все могу называть женщина мальчик и девочка большие лет наверное по 12 таблетка по пачке таблеток им по-другому нельзя у них кровь идет носом я говорю я не принимаю или домой разворачивать если таблетки выбросите или сдайте вам вернут когда выезжать будете вместе с пробыли ни одна капля крови ни с кого не вышла ничего изменились их надо ввести в природу это естественно вот это что нам Бог дает я каждый день готовил так называемую зелень из 11 компонентов листья двудомной крапивы щавель там укроп капуста свекла листья одуванчик репей и вот таких названий 11 потом мелко режут толпу и в суп везде добавляют когда уже подают не варить она в сором виде почему организм это требует а когда мы не смотрим а только глупо подражаем чему-то свежий воздух должен быть не лондонский смог для этого надо Богу молиться чтобы Бог дал тебе чистое место потому что мы живем здесь абсолютно экологически чистое ходишь босиком нигде не бывает чтобы какая-то язва перестала главный вопрос это спасение хоть тысячу лет живи все равно умрешь вопросы касающиеся спасения но ведь и доброе надо брать везде я знаю этот русский антихрист Иванов знаете водой обливаться учил Порфирий Корнеевич он говорил главное болезнь не впущать в человека не впущать лишнюю одежду себя долой описывает приехали это германская демократическая республика была корреспондент май месяц начало месяц холодный выдался месяц в музей перевели ребятишек они же синие от холода а сами в шортиках ни один не кашляет нигде так и детей не кутает как у нас они дети-то закаляются главное чтобы закаленный был как Суворов болел всеми болезнями стал себя закалять и альку перелез с войском при том а нас преследуют за это у нас нет ли больных детей нет мы в природе живем естественно молоко они во всем находят какие-то палочки ну и заболел кто-то от палочек нет а вы бревна имеете но еще придешь покупать сюда и тебе микроскоп надо тебе будет смотреть это смердяков братья Карамазовы там он такое есть заглядывать туда есть или нет что-то организм принимает как мама у нас говорила значит ешь определитель твой запах вкусовые качества вот если плохое организм извергнуть не нужно ничего в этом нет так точно надо разбираться в духовной пище преподаете то ты должен сразу решить я говорю рассказывали это не православная баптистская девчонка одни пятерки и вдруг приходит единица мать не заметила когда две поставили и мать узнала а мать сразу положила что случилось она говорит наконец стихотворение заставляет рассказывать а оно неправильно как неправильно неправильно там написано лампочка Ильича а почему Ильича Бог дал электричество и все она пошла к учительнице так говорит а спрашиваю нет давайте скажите чтобы она могла прокомментировать она ну давайте она рассказала и говорит стихотворение неправильное 6 что ли класс и она им объяснила вот ей пятерку с плюсом надо ставить а не единицу у тебя вот приезжали внущатки нынче это две это Васины ухвостроглазые она рассуждает как будто студенка первого курса а там не знаю третий четвертый класс она где-то обо всем я говорю какие же я отметки пятерки она так пятерки как будто бы на наш какой-нибудь ответить тройки дальше занимается вот так в священном писании ты твердо утвердись в вере которую нам Бог дал открыл сегодня считают что православие это самое отсталое самое ненужное на это можем ответить что они не знают истинного православия если православные это были по научению это не по названию сколько 86% вроде в стране православных считается а храм посещает 1% основной это название да где кто пост соблюдает и получается из 300 крещеных только один что-то знает из 300 это на кандидат наук степенья Евгения Павлова в техническом университете 5 лет вела 100 групп 100 групп 3000 студентов и все время опрашивала опрашивала 1 по 5 курс где-то и вывела дальше таблицы 99,9 крещеные а что-то знает 1 и все 0 и 1 ходит поэтому нам есть где приложить силы трудиться не в чужом огороде в своем что батюшка вопросы какие у меня нет у кого вопросы какие давайте все заканчивается сейчас закончат ну что ничего больше нет называйте молитвы 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 Прислав блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Ерафим, Без истинения Бога, Слово Росшую, Сущую Богородицу Тебе Вечаем. Аминь. 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 Аминь.